ну попробовали вот сейчас не получилось тем интернетом сейчас пока все есть записывается сейчас проверим да записывается ну давайте хотя бы с этим старым попробуем давайте слушаем другой раз на этот тогда и заходите сейчас пока нормально идет это от вашей аппаратуры зависело не от моей у нас все записывается выставляется в интернет вы не против что-то помаленьку заклинивать опять начинает ну ладно говорите может про не против хорошо слушаю так называем хотелось поговорить о неуязычестве как относиться ко всем этим левашовым трехлебовым хинеевичем задорного ниже с ними эти вопросы уже давно отвечены нам вы как-то зайдите на наш форум и зарядите язычество у меня настолько подробно описано возникновение язычества вот когда наступил потоп прошло от адама 1656 лет 1656 а от потопа 721 год прошло уже вавилонская башня стояла вот отсюда идут язычники язычество другие языки появились слово от языков где-то но люди поклонялись как могли и все это предано по слову божию проклятию как уводящие от творца очень хорошо об этом написано при мудрости соломона не канонической книги и просто надо всю считать и послание 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 еремея не книга пророка еремея послание подробно вот это и есть язычество ложим богам там рассуждать не о чем отойди от них и все сказать надо они не приняли спорить там не о чем что спорить дерево поклоняйся или тому кто дерево создал апостол павел об этом говорит в послании к кремлинам давайте мы даже немножко посмотрим как он говорит вот послание апостол павла к кремлинам первая глава он пишет так ибо открывается гнев божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков подавляющих истину неправду ибо что можно знать о боге явно для них потому что бог явил им то есть что можно о боге узнать что он существует это согласно того что мы видим ибо невидимое его то есть бога не видно вечная сила его и божество это невидимое от создания мира через рассматривание творений видимы так что они безответны то есть неизвинительны как в других языках написано мы видим вот допустим я показываю вот эту лупу видно или нет и не видно да 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 видно 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 посмотрите я допустим вот показываю стекло ну как стекло само по себе она соединилась вот такая оболочка как это могло быть или часы а как вселенная появилась как звезды текут ровно солнце вот так что невидима его вечная сила его через рассматривание творений видимо так что они эти люди безответны но как они познав бога что он есть не прославили его как бога и не возблагодарили но суетились в усы ранних своих и омрачилась несмысленных сердца называя себя мудрыми обезумели это язычники и славу нетленного бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицам и четвероногим и пресмыкающимся то и предал их бог похотях сердец их нечистоте так что они сквернили сами свои тела они заменили истину божью ложью поклоняли служили тварь вместо творца который благословенный во веки аминь потому и предал их бог постыдным страстям и дальше объясняется какие страсти мужчина на мужчинах и всякие пакости вот весь ответ ты ему скажи это иди три хлеба вода там никакого хлеба нет ни три ни два вот все вот как можно объяснить брату который увлекся этим неуязычеством и говорит что нашу русь крестили огнем и мечом везде жиды и что мы как бы русские предали веру своих как бы предков хотя мы уже об этом говорили с вами что мой прадед моя прабабушка они были русские православные люди как они могли продать веру предков как можно объяснить молодому человеку которому 19 20 лет который увлекся вот этой всеми этими хинеевичами всеми этим трехлебами задорновыми и иже с ними бесами объяснять ничего не надо согласиться надо с ними это самый правильный подход они говорят крестили огнем мечом вначале писали так князь владимир сказал кто не придет креститься тот мне не друг я с первого дня везде говорил это неправда а сейчас пишет он сказал кто не придет креститься тот мне враг и на иконах изображен вот такой высоты меч стоит воин там богатырь вот и все действительно насильственное было они это перу на то сбросили а потом внизу ловили его и поклонялись мы оправдать не будем когда говорят предки они имеют ввиду тех не моего отца как вы говорите а те которые они правы и поэтому нам легко говорить но мой выбор такой не дерево поклоняться создавшему это дерево я избрал христа одного христа ничего опровергать не надо и вопрос закрытый сразу скажи вы правы правы бог допустил язычеству погибнуть как израиль когда пришел найти землю а евреи прорубались его убивали народы так и написано библии прорубались убивали потому что народы изжили себя они не нужны и бог их смел с дороги и всех 7 народности он эти земли отдал израилю они вошли то что не строили в готовые виноградники не надо ничего доказывать это действительно так и было но мы избрали то что лучше 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 это христос это жизнь вечна и сразу начинаете говорить о христе вы увидите результат будет другой они говорят задором там был олег хорошо по вашему олег был некрещеный что из этого где он некрещеный в аду находится неверующего христа в гену огненную идет а я избрал бога верующий в сына божий иметь жизнь вечную а не верующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем с интернетом опять чё-то игорь техночка не видите я вас вижу но что-то не включилась основа подключитесь а что-то не ладно сейчас я вам еще раз перезвоню что-то с интернетом сейчас давайте что-то не ладно у вас выключайте ну видать да 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 но продолжаем разговор вот это изыщество и ничего не надо оправдывать я избрал лучше верующий в сына божий иметь жизнь вечную не верующий в сына божий не увидеть жизни я избрал жизнь а не смерть и все а он не в не верит ничего не надо доказывать после первого второго разумления отвращайся к титу 1 3 10 отойдет его и все он не прописан на небе он не избран он прописан в аду и нам еще нельзя изменить спорить не надо спорит тот кто ничего не знает а кто знает он возвещает истины ты один раз возвести и дальше жемчуг не разбрасывай перед свиньями отойди от него вот и все господь никого насильно не влечет а вот такие аргументы можно говорить говорите а вот такие аргументы можно говорить известно что из истории что за 128 лет до официального крещения святым владимиром у нас был аскольд крещеный была ольга крещена даже есть факты олега крещения в восьмом веке был князь бравлин крещен то есть русь уже она за 200 лет до святого владимира были много христиан и славян и сваряк то есть возможно такой аргумент что не было такого насилия когда вы уже видите все эти трехлебовости они вас уже потащили за собою скажи так все и было они говорят были не были не имеет значения моя душа я перед богом это конца краю тому не будет кто-нибудь подойдите мне помогите здесь все время интернет перерывается это наши братья с работы вернули привет передаю всем о боме никите привет передаю сейчас он подойдет здесь христос воскрес а то на пасху только христос воскрес говорите так смотрите мы ничего доказывать не должны у нас есть евангелие а вот за 200 за 300 лет до греции приняла в первом веке армяне в четвертом что нам доказывать зачем я и бог мы двое предстоим друг перед другом я его голос расслышал я его принял ничего исторического не доказывайте доказывать не надо христос ничего не доказывал павел не доказывал он спаситель мира пришел он умер за нас и кровь свою пролил страданием на кресте меня он искупил вы проповедуете прямо о христе они вас как-то все время вы уже видно не раз участвовали беседах не надо время тратить это совершенно ни с чему не приводит вот смотри как сейчас отключится вот это вот еще куда девать эту никуда вот сколько берет и что-то с интернетом я не знаю что за такое сейчас посмотрю тут что только начинается сразу отрывается вы видите меня они сейчас вам надо будет заново отключиться она не идет у вас что-то не подключиться сейчас перезвоню не доказывайте доказать не надо христос ничего не доказывал павел не доказывал он среди язычников появлялся и говорил спаситель мира пришел он умер за нас и кровь свою пролил страданием на кресте меня он искупил вы проповедуете прямо христиане вас как-то все время вы уже видно не раз участвовали беседа не надо время тратить это совершенно ни с чему не приводит посмотри как сейчас отключится вот это вот еще куда девать эту никуда никуда я уже знаю что будет так ну и пока пиши потом я отдам вместе вот сколько берет и что-то с интернетом я не знаю что за такое сейчас посмотрю тут что-то такое только начинает открывается так вы видите меня но они сейчас вам надо будет заново отключиться она не идет у вас что-то не подключиться сейчас перезвоню уже в третий или четвертый раз придется в кучу теперь слеплять это место вопросы хорошие вот подключилась до слава христа во слава христа так я вам уже не один раз об этом говорил они вас увлекают за собой вам не надо за ними идти во след вы будете ведущие а они ведомые вы прямо говорите о христе историю не трожки а сколь да зачем нам это нужно доказывать вы вам знания мешают не надо этого мы благовестники мы должны говорить о благой вести что за нас умер христос он дар и жизнь вечную он взял наши грехи на себя он а мыл нас кровью причистую вот в этом все остальное никакого значения не имеют но была ольга крещена какой мне от этого они должны даже есть версии что брат святослава был крещен я просто много изучал исторически это не надо не говорите мне этого не надо этого знать не надо совершенно у нас житье написано один раз прочитали этого достаточно за меня умер христос верующий в него имеет жизнь вечную не верующий не увидит жизни вот это главное он умер за нас я об этом говоря зачем мне там брать брать это когда было кто было там всю историю разве переберешь книгу паралипоменом подмышки таскать просто видите и гнатий тихонович очень хороший аргумент против всех их бредов когда им говори что не было никого кровавого крещения руси не было всего того о чем они говорят а дальше всего того чего они нам навязывают потому что они очень многих молодых людей привлекают этим бредом говорят ответе по поиску переврали жиды нас крестили византия вот у них два прихопа три притопа все плохо нет вот и аргументы думаю нужны все таки чтобы объяснить что не нужны пусть они говорят что угодно вы говорите о христе ты умрешь тебе эти знания не помогут умство будет червям корм тебе надо примириться с богом получить жизнь вечную а они говорят ну и пускай говорят а то они говорят а вы за ними идете вот уже уже заразили этой бациллой этого не надо делать я не могу никак вас отвернуть от этого ольга а сколько какое мне до этого дела сейчас отключится опять что-то ну говорите эти аргументы нужны даже вот если взять из истории что язычество это искаженные монотеизм если брать из науки археологии что изначально все мы были монотеистами что мы помою все дети что мы потомки ноя то есть можно к библии даже привести были случаи когда диалоги с не язычниками но и аргументами приводили их к христу потому что страшно и же хрят христа нет александр вы никого этим не приведете к христу к христу приводит вера вера от слышания слышали от слова божия а в словом божием называется святая библия это 17 сих 10 главы послание к римлянам не надо этого говорить не надо я пятьдесят три года проповедую я знаю что нужно говорить говорить надо только о христе только христе забудьте все что они говорят ушли какие эпохи нас это не касается нас касается только то что христос умер за нас христос сказал идите проповедать евангелие апостол павел я пришел к вам горит не знающий ничего а он знал сколько много кроме христа и притом распятого вот и весь ответ ничего я больше знать не хочу кроме христа распятого выйти из этого помрощения ума они говорят выпускают говорят а ты покажи если они не примем отри отречи прах от ног отойди нам другого не дано прах на них судный день вы вспомните что был среди вас такой-то и говорил о христе и все лучше бы в этого не надо против нашего народа направлен это не уязычество родноверия не поминайте язычество забудьте про него допустим здесь был буддизм какая разница что здесь было главное чтобы человек сам пришел к хрису а для этого прошлое мое никакого значения не имеет приди ко мне я омою тебя я щищу тебя без пролития крови нет прощения грехов для того явился сын божий чтобы разрушить дела дьявола 1 иоанна 58 разрушить и вы разрушаете твердыня сатаны словом божьим у вас в лексика все линии не христианское не надо этого не надо совершенно проповедуйте чисто евангельское учение ничего больше не надо согласен а у веру насчет лексики как-то так но мы не говорите говорите я слушаю снимайте просто тут определенно возьмите себе за правило ничего людям не говорить кроме евангелия это все мешает когда он начинает попутно что-то спрашивать про христианство я могу привести отдельных ньютон что сказал что сказал достоевский потом можно вкрапить туда немножко сказать чехов там мартин лютер еще можно сказать но это на не на втором и не на третьем месте главное для нас слово божие вера от слышания а слышание от слова божия а не того что вы прочитали историю там про аскольда этого не надо это мусор под ногами это преграда для проповеди уберите это все говорите слышно нет слышно слышно по поводу язычества закроем вопрос следующему перейдем вопрос да а изыщество больше никогда не поминайте его как бы и нету для нас одно есть власть сатаны язычество все власть сатаны из этой власти он нас пришел искупить власть сатана нам дана власть бы щадами божьими ты говори как имеющий власть от бога они как книжники фарисеи было нормально а вы говорите как книжник говорите но как в прошлый раз с вами беседовали на эту тему это все штучки что-то замкнуло опять еще не слышно ни одного слова не слышно опять перекрылась не слышно ничего не слышно не слышно ничего не слышно лишь какой-то иудейские это все подробная так подожди не вот сейчас не слышно было не слышно минуты две мертвая тишина была опять еще какой плохо слышно сейчас несколько слов слышно и дальше прекращается не пойдет такой разговор может быть тогда перезвонить перезвонить час но перезвони давай сейчас хорошо слышно может быть она все время заклинивает сейчас я хорошо слышу хорошо давайте говорите ну вот вопрос по поводу православной молодежи сейчас среди много среди девушек такая есть тенденции когда она ходит в храм может одеть палаточек и юбку вот а когда встречаешь на улице эту девушку то удивляйся она может идти в мини юбки ну что женщины храм одеваются как бы прилично вне храма они уже раздетые все ходят ну что это ее состояние такое духовное прерывается еще не запишем так плохо нет сейчас сейчас нет сейчас включим у меня из санкт-петербурга звонит один там сергей ильин у него до того хороший никогда не прерывается никогда из америки звонит прекрасная видимость и слышимость а вот эти вот маленькие разные планшеты а то они у всех а разговор никакой это могут прерывается ничего не понятно ну нету нету у меня нет перерывается не слышно я вот с германией общался с германией общался чудом видишь как ну какая то работа то он выключил и все еще нельзя сделать это аппаратура потому что звонят с германии нормально с финляндии нормально я беру с грецией на нормально разговариваем я уже беру из-за океана и как будто рядом сидит даже в машине едет слышно нас слышно да исключение слышно и все было четко то она будет прерываться плохо дело да вот смотрите тогда я не на планшете это ноутбук вот другом ноутбук который мы сами разговаривали ничего не записалось было четко ясно это та же самая связь этот ноутбук все записывается но зато прерывается непонятно я в германии общался только недавно четко все было все четко и а с вами какие-то искушения перед этим разговаривал с человеком четко звук видео а с вами как какие-то крестилы не хотят чтобы провели беседу ну вот по поводу одежды как объяснить православным женщинам девушкам которые пренебрегают нашей традиции когда говорят что платочки юбочки только в храме как и можно донести потому что подходишь к маму мамашам таким начинаешь объяснять на тебя штыки ты кто такой или не навязывай так было давно но ты говоришь ну вы же женщина выжить не очень ваш брат сказал 70 процентов изнасилований вызвано именно поведением и одежды девушек вот как можно объяснить православным девушкам и одежда соответствовала по писанию если ты христианка поступай как написано в святой библии никакой традиции не поминайте в прошлый раз все четко было все время прерывается традиция там где у вас есть общество и тогда дресс-код имеет силу не слышно опять прервалась нет ничего не будет слышно 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 сейчас слышно если она слышно вот допустим человек бреет бороду ему хоть как объяснять традиции он будет брить но когда он узнает по слову божию что это обещащивание тогда он не будет чтобы он поверил что так повелевает бог вы все доказываете на основании библии тогда будет результат скажите женщина молящаяся с непокрытой головой постыжает голову вы дорогой идете помолиться надо надо у вас платка нету и как прилично святым написано целомудренности длится какое тут целомудрие когда выше колен юбка поднята вы на основании библии показываете а когда она не принимает тогда таки от нее она не верующая она не верующий не может пренебрегать слово божие как отчина что еще на небесах а этого отца небесного который на небе и она не признает его слова неверующий богу представляет его лживым то есть она как бы говорит бог лживый а всякая лошадь дьявола это хула на бога ты просто отойдите и на этом все конец но можно бумаги написать и показать вот места вот каноны которые говорят каноны еще возьмите которые говорят об одежде это же самое второзаконие 22 5 вот вот сила в слове божием в духе святом а доказывать традиции это не сильно действует нет тут не то что в традиции а то что девушки некоторые так называемые православные они считаются христианками они считаются православными но когда видишь их несоответствие в одежде ты хочешь сказать но вы все-таки оденьтесь они пренебрегают одежда я слышал такое имам один выступает и говорит сестра надень хиджак хиджак и потому все остальные разговоры ничего не дают опять прерывается там какая разговора так надо заканчивать это просто трата времени но я слышу слышу потому что это не разговор понимаете непрерывного сейчас даже не подключилась у вас все это заново надо сейчас да вот это искушение все было четко да еще не может сделать сколько говорим прошлый раз запись говорили слышимость была вроде бы я тут не посмотрел воде посмотри я говорю видишь не пошло вот видно прерывается я вижу вас но ты скучу искушение конечно искушение германия разговаривать все четко прошлый раз с вами посмотри какая искушение разговаривали столько времени все было замечательно один раз прервалась его но зато записи нет сейчас мы с вами разговариваем из конца какие-то зависания что такое не знаю я сейчас слышите я слышу говорите а сейчас прервется уже рамка выскочила предваряющая разрыв да вот это не в традиции а что многие девушки христианки они как бы не понимают вот мы когда прошлый раз вами о мусульманах говорили что все-таки должно соответствовать это не какие-то там традиции на христианке так которые хотят выделить себя внешне как им объяснить я не знаю только только на основании слова божия только на основании слова божия покажите на иконах как изображена божья матерь как святые как они одеты а она не понимают не понимает она не будет понимать значит ограничить его в правах на каких-то если имеете власть какой-то в церкви вот у нас ни один не придет без пояса ни одна у нас небо женщина в храме не будет чтобы двойной платок не был надет под булавку видите как наш как у нас одеты самые маленькие девочки она где-то по форме это не просто дается так эта работа и работа ежедневная слышно нет видно не слышу мертвый так еще вопрос какой сейчас сейчас не слышно еще мы переходим так называемом лобби мы в прошлый раз сами говорили вот как православным людям относиться к этому явлению когда сейчас это распространилось и они везде проникли как вот мужику настоящему христианину который с нормальной ориентации относиться к тем людям которые все захватили и все мы знаем об этом то что говорит отец андрей кураев это же правда ну на 90 процентов точно все материалы которые у него публикуются может быть фейки были они не без этого но основа это правда как относиться к этому явлению так называемом лобби который поглотила нашу церковь это не в церкви это вне церкви в первую очередь не каждому случаю верить надо надо узнать так ли это а во вторых этот священник он лишается сана навсегда они должны быть извергнуты немедленно как садомиты как проклятые богом и на этом все сказано еще о них рассуждать то язык марать делая срам говорит разжигаясь похоть у мужчины на мужчинах делая срам и получая должное возмездие за свое заблуждение первая глава послания к именам все сказано дальше на полосе ну вот вопрос мы сегодня уже касались так называемого не уязычников а среди молодежи музыку распространяя явление как сатанисты которые прямо поклоняются этой силе как разуме таких новых людей которых нет авторитета священное писание к нему подходить священное писание как относиться вот зайдите на наш форум на нашем форуме и там написано библия зарядите в поисковик прям туша под храмом библия и вы найдете как с ними беседовать у меня это все объяснено у меня все люди разбиваются на 24 категории они верят в бога другие в библию третье не верят страшный суд четвертые не верят что нужно прийти в возрасте когда бог призывает я пробовал не получил то есть разные категории людей разбираю на на но на мой взгляд атеизм сатанизм это тоже вера то есть некие люди вот я кстати обратил внимание даже с вами гнат тихонов давно знаю заочно позиционируют по подношению к нам христианам что они якобы атеисты а на самом деле многие люди исповедуют какие-нибудь культы буддизм там оккультизм ну и так далее то есть суеверия какие-то то есть нет таких людей чистыми с белым риском вот как вот этот листок а все они исповедуют какие-то культы то есть часто человек не язычник сатанист или оккультист он прикрывается словом атеист на самом деле он ненавистник христиан я усталкивался с этим явлением как исследователь что многие люди прикрываются этим словом на самом деле они просто ненавистники христианца ну как иудеи допустят аудисты из этой серии а следующий вопрос можно да ну щас один вопрос можно да давайте вопрос по писанию смотрите какую любовь дал нам отец чтобы называться и быть детьми божьими мир потому не знает на что что не познал не познали его возлюблены мы теперь дети божии и в пятнадцатой главе атеана сказано что христос говорит не называя с рабами а называя с друзьями как это совместить когда цирки на священники называют рабами а в священном писании мы дети божии вопрос по писанию но сын у отца послушание ходит и это говорится за его послушание послушание это рабство апостол павел был свободный и говорит павел рап иисуса христа петр пишет рап иисуса христа яхо пишет рап иисуса христа Иуда пишет послание «раб Иисуса Христа». Что об этом спорить-то? Слово «раб» имеет значение добровольное, послушание. А они свободны. Апостол Павел говорит «свободны от праведности». Обещает свободу, будучи сами рабы тления. Свобода только во Христе, другой свободы в мире нет. А одна единственная во Христе, когда ты освобожден от греха. А остальное только так, пустословие. Сказал один раз, тебя уже это не касается. Если он избран, семя попадет на благородную почву. А нет, значит, терновник один заглушил. При дороге птицы поклевали. Мы эту землю не удобрим. А одна четвертая часть обращенных только будет. Опять заклинило. Так, вам слышно, нет? Еще нет, видно, заклинило. Нет, я слышу, слышу. Ну вот я отвечаю, что все. И рабы, и дети. Это в одном предложении. Мы рабы, и дети. Что дальше? Сергей Михайлович, вы меня слышите сейчас? Я вас слышу прекрасно сейчас. Она сейчас пропустит. Мы рабы и дети. Дети по усыновлению, и рабы по послушанию. Можно к следующему, да? Да. Вопросу переходить. Да, другой. Да, да, да. Да, да, да. А вот по отношению среди молодежи, вы, может быть, слышали, есть такой знаменитый тренер православный Андрей Кочергин. И среди православной именно молодежи есть люди, которые увлекаются единоборствами. И такое есть течение, как воинство. Возможно ли христианину быть, ну, сильным, накачанным и отставить свои права с помощью, ну, кулаков? Сильный может быть. Но никакой профессиональный спорт не входит в жизнь христианина. Это разрыв на здоровье. Они умирают на стадионе, часто бывают, дерутся где-то. Это не христианское. Вот Фёдор и Емельяненко в единоборствах борются. Ну, крест свой там носят. Зачем ему это надо? Да иди работай, бери вилы, вывози навоз от коровы. Будет молоко. А про Андрея Кочергина слышали вы? А? Андрей Кочергин слышали? Слышал, у меня на него ответы есть. Ну, Андрей Кочергин, он очень такой горячий, верующий, сильный мужчина. И вот, кстати, через Андрея, через Фёдора очень многие пришли к православию. Вот у меня много знакомых, кто занимался каратэ, кикбоксинг, смешанное единоборство. Они пришли ко Христу именно через этих людей. Я думаю, это тоже пробовать, когда выходит здоровый, красивый мужик, стоит за Россией. Это моё мнение. Бьётся за Россией. И проповедует Христа. Вы вначале сказали, они пришли в православие. А потом говорите, пришли ко Христу. Это разные вещи. Прийти в православие, они пришли, но не ко Христу. Есть великодержавная партия, которая прямо у них в программе написана. Мы за православие, но против христианства. Нет. Я за Христа, но мы православные люди. Сильным хорошо быть. Я не знаю про таких людей. Спортом занимаются. Я всю жизнь спортом занимался. Но я никуда не ходил. Отдельно, чтобы. Всё время это помогает мне работать, пахать, копать, носить мешки. На стройке всю жизнь проработал. Сильный должен быть человек. Это хорошо. Но только не для того, чтобы с кем-то драться. И сильная Россия будет. А нужна ли она, Россия, Богу? Вопрос первый. Я спасусь или нет? А в этом заключается моё отношение к другому. Вот они за Россию пустосвонство это. О России они заботятся. Дома в семье ума не дадут. Сами живут как. Я был в Москве в храмах. Молятся старики, выходят все бритые. Я говорю, а почему ты бороду-то бреешь-то? Да я на заводе работаю, чтобы пыли не... Да пыль-то на бороде не на теле. Ты её отряхнул и пошёл. Наоборот даже надо делать. Я говорю, посмотри на икону. Где ты видел безбороды? Ты на смаленького начни. Ты увидишь, никакой России-то нет. Вот у святая Русь. Она не была никогда святая. Святая была, такое поражение. Гнали верующих, старообрядцев гнобили. Евангелие Руевым людям не давали 900 лет. Нашли святость. Богу будет... По поводу старообрядцев... Мы просим мира Израиля, Россию и Украине. И Сирии. Но не больше того. Ну да, но по поводу Украины можно сказать, что мы русские, украинцы, белорусы. Мы единый народ. Я не разделяю для меня... Никита для меня такой же русский человек, как и другие украинцы. Да. То есть, я считаю, что мы единый народ, и делится нас с искусственностью. Это иудейско-масонская лобби, которая разделила, столкнула. Мы единый народ. На мою точку зрения. Ну правильно. Можно к следующему вопросу переходить? Давайте. По поводу знаменитого нашего профессора Осипова и его мнения о том, что не будет вечных, бесконечных мучений. Как к этому относиться? Относиться надо так, как написано. Слово «вечный» имеет разное значение. Проколи ухо ему и будет рабом вечно. Но не будет же он вечности. И Осипов правильно говорит. Но когда касается вечного мучения, и он говорит, святые отцы понимали по-другому. Не понимали, он обманывает. Но есть один стих в Писании, который Осипову никогда не объяснить. И будут мучиться во веки и веков день и ночь. Вот пусть теперь объяснит. Это в одном месте только сказано. Тут уже не скажут, что это временно. Конечно, страшно. Бог силен что-то сделать. Но надо говорить по Писанию. Я согласен, что смысла нет в вечном мучении. Никакого. Зачем оно нужно, когда уже все кончилось? Католики нашли, сделали счастилище. Человек мучается. Проходят годы, века. Он освобождается от греха, кается. И Бог его примеряет с собой. Все во всем будет Бог. Это теория оригена была такая. Но церковь это не приняла. Но мне это ближе. Осиповская. Но оно не обозновано на Писании. И поэтому я с ним дистанцируюсь уже от него. От такого толкования. Сейчас, секундочку. Зависло. Ну, еще что? Следующий вопрос? Да, конечно. Тот отвечает. По поводу профессора Кураева. Вот многие люди, мы уже в прошлый раз с вами говорили, я напоминаю. Когда он был в славе, многие даже хвастались фотографиями с ними, общением с ним, вот какую книгу они читали. А пошли на него гонения, или такая двойная позиция, или волчат, или в негатив. Вот как относиться к этой системе, когда человек не может свое мнение высказать? Когда нет смелости сказать, да, он молодец, он прав. Вот я могу сказать, он молодец. А многие говорят, особенно священники, там, священнослужители, друзья, они боятся. Сказать позицию. Что Кураев молодец, что он стоит за правду. Как и Максим Степаненко, как Игнать Тихонович Лапкин, который прямо говорит. За это мы вас и любим. И всех православных призываем молиться за Игнатия Тихоновича. Все православные, молитесь за Игнатия Тихоновича. Дай Бог здоровья. Так, Андрей Кураев у меня был. За православное мнение хотелось услышать. Он приезжал здесь, у меня книги брал. Андрей Кураев. Вот он когда говорил обо мне, когда еще его не гнали. И он говорит, Игнатий меня по всем кочкам пронес. Я зарядил, у меня получается в книгах, я 120 раз его упоминаю. 120 раз, в 30 томах. И при том редко, где в положительном смысле. А он это не взял, чтобы в обиду к себе. А наоборот отзывается как есть. Поэтому люди, которые тогда знались, когда человек в счастье, а потом отошли, это клеймо императора, когда отрекался. Кругом измена, трусость и обман. Это коростолюбивая, жадная душою. Не имеющая сытости. И на них смотреть не надо. У меня с Андреем Кураевым хорошее отношение. Со Степаненко прекрасное. Он приезжал в этом году у нас, принял крещение Степаненко. В полное погружение. Так на него сейчас ополчились, как на Андрея Кураева. Это наша жизнь. Есть такое выражение у Христа, говорит. Вы, говорит, славу друг от друга принимаете, от единого Бога не ищите. Вот где корень. Славу друг от друга приятно. Попу приятно, когда батюшка благослови, батюшка благослови. И батюшка доволен, люди довольны. А Феофан Затворник говорит, если священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю. Что на небе будет утверждено? Вот и все. Андрей Кураев в моей молитве каждый день. И Степаненко. Ну вот как раз плавно переходим к врагам нашей христианства. Вот Невзоров. Как относиться к его урокам атеизма, когда он стал проповедовать антихристианство? Он же вроде был, как бы говорят, на клиросе пел, был христианином. Что происходит с человеком, когда от христианства приходит практически сатанизм? Вот мнение ваше о Невзорове хотелось услышать. Что от человека может произойти? Я уже говорил. Говорил неоднократно. Я его 32 ролика комментирую. Мои вышли там, в местах, где он нападает на что-то. У него много хорошего есть. Поэтому надо было бы собрать человек пять или трое, когда Чаплин еще был на своем месте. Ну а то сделали как? Выступает Невзоров пришел, а там попы сидят. Им указание дано уходить. Они соскочили, пошли. Они не знают, что делают-то. Обезборщики говорят, смотрите, какая сильная аура у этого Невзорова. Смотри, он только зашвал, эти черные демоны-то как побежали сразу. А надо набрать людей, которые сильные, крепкие такие, в вере. Человек пять благословится у патриарха. И пришли бы к нему и сказали, Александр Глебович, выскажите нам все наши недостатки, все наши мерзости. Мы запишем и обсудим на Синоде. Враги нам лучшие друзья. Он многое говорит по делу. Он очень талантливый. Но он осатанел буквально, осатанел в гневе, клевещет там, что попало. Ну, вы-то пришли к человеку, который враждебен, запишите все, что он скажет. И потом разберите и отсейте. Он вам скажет такое, что вам не снилось. Вот такое надо отношение к нему иметь. Считать, что он нам послан, как бич. Как Атила, как Аларих. Вот в театре опять. Ничего. Нельзя сделать. Да. Это отключилось, нет. Все будет, нет. Пишиня, вот видишь, какие... Ну, прошу прощения, весь в конце этого слова говорю. Так, что-то плохо у нас дело ладится. Неполадки не дают. Да что ж такое? Вот прошла, все нормально. Ну, ладно, говорите. Да, да. Я вам объяснил. Сейчас вы не видите. Пойти к Невзорову Александру Глебовичу попросить, высказать все недостатки, какие он видит. Он видит лучше, чем попы видят. И начать исправлять. Согласен. А ему принести какие-то подарки, там, бананы принести или что-то. Да, и теперь вопрос от Невзорова как раз переходим к одной из главных темок в нашем христианстве. О проповеди. Почему так у нас устроена система, что те люди, кто начинает говорить, благовествовать, православные христиане, их называют или в гордости, или в прелести. Как можно этот поповский... И замкнуть. ...бездуем преодолеть. Когда разговариваешь с священником, он тебе начинает говорить. А, смотри, брат, не впади в прелесть, не впади, там, не знаю, в гордость. То есть сектанты, их тысячи. Посмотрите, молодые ребята, тысячи в него протестантских сектах. Почему никто этому не противостоит? Как можно попово объяснить, ну, священникам? Никак. Они мертвые. И новое вино в старые мехи не вливают. Они мертвые намертво. И поэтому, зачем их слушать-то? Он сам никогда не ходил и не знает, что говорит. Прелесть и гордыня – это в них. И он говорит то, что знает. Они в прелести все. Батюшка, благослови, батюшка, благослови. Счаще исповедуйся, чаще причащайся, чтобы легче было руководить человеком. Они Бога не знают, Библию не любят. Они очень мстительные. И особенно, когда поднимается по иерархической лестнице, он из одной прелести состоит. А еще, если какого-то миссионерского отдела коснется, к ним подойти нельзя, там зловоние одно. Они мстительные такие. А это бездарные люди совершенно. Бесталанные. Потому что талант там, где свобода, где Дух Господень, там свобода. А они друг перед другом горбатятся, боятся епископа, боятся священника. Да, надо включить клубку. А о них можно сказать словами Плещаева. Да, да, да. Я здесь, я здесь. У меня просто это... Плещаев сказал. Вы меня видите сейчас? Вижу. Он говорит, рабы греха, пророки тьмы, и человек, как от чумы, от вас проклятием отпрянет. И именно их проклинать, своих детей научит мать. И поэтому отойди от них. И начинай заниматься. Вот у нас книги, которые есть. Зайдите на наш сайт. И третий том открытым оком. И там есть пособие по изучению Евангелия от Марка. Его берите. И вот у нас толкование в перфилакте. Указанные места вместе считайте. Образуйте группу. Это будет помощь священнику. Его пригласите. Не пойдет, но это его выбор. Надо идти всем проповедовать до единого. Даже малые дети. Старые и малые. Все должны идти и благовестовать. Вот свидетели Югова называются. Это для нас пример. Но не на дворке нужно равняться. Опять надо замкнуло, да? Еще не слышно. Все, давайте расстанемся. Больше никак нельзя. Игорь Тихонович, вы видите меня? Нет, не вижу. Сейчас, сейчас, сейчас. Все отключилось. Ничего нету. Сейчас. Нет, ничего не получится. Нет, ничего нету. Нет, ничего нету. Хорошо. Да, вот так называемый восьмом соборе и встреча патриарха Кирилла с... А встреча патриарха Кирилла с римским епископом сегодня будет. Как вот относиться к этому? Многие православные гудят, особенно ультраправославные. Понимаете, вот есть такой человек маленький, он с женским лицом. Рафаил Берестов. Знаете? Зарядите его. Берестов. Рафаил. Там иеросхимонах. И он об этом все говорит. Мне повторять не надо. Я полностью с ним согласен. Да, у нас надо. Да. Он говорит, надо работать в православии. Не искать раскола и работать. Он обречает патриарха, выговорит, там все ЦРУ, МОСАДу продались масоны. Надо работать. Вот недавно только... Сейчас он поехал в патриарх, завтра будет встречаться с папой. И он про это там и говорит как раз. Мне сегодня скинули этот материал. Берестов Рафаил. Он маленький, с женским лицом такой. Да, да, знаем его. Он говорит слова здравые в этом направлении. Вот по этой теме. Очень хорошие. И мне не надо повторять-то. Я с ним согласен? Могу аминь сказать? Да, да, да. Полностью согласен. А мы хотели, по-моему, затронуть немножко по поводу Александра Леонидовича, что на вас, да, вот критика была негативная на рождественских чтениях. Как относиться людям, которые относятся к вам очень замечательно, за вас молятся? Я повторюсь, уже призываем всех православа молиться за вас. Надо еще об этом говорить. Ведь я уже на этом ролике... Относите, когда видишь, ну, такой субъективный взгляд. Мы уже говорили, у нас ролик на это составлено. Я уже все это объяснил. А они ничего не знают, чужого голоса поют. Все можно сказать. Опровергать там нечего, потому что не обо мне речь идет. А кто-то под моим именем. Берут мой сайт, а говорят, чего там сроду нету. Зачем я буду объяснять чужую ложь? У меня времени нет на это. Понятно. Пускай выходят в скайпе. Почему они меня не пригласили? А заочно суд никогда не судит. Римское право давало право обороняться. Защищать себя. Павел говорит, посчитаю себя счастливым. А меня это счастье лишили. Почему? Он кто такой? Какое ЦРУ его заслало? С двойным гражданством. Человек лежал с шизопренией. От наркомани. Это такого разве поставить, чтобы он летчиком был? А это в царство небесное видео. Он не верующий совсем. У него веры никакой нету. Он разрушитель. Он всех стравливает между собой. Опять закрылся. Все на этом. Давайте. Прощаемся. Посмотри. Теперь мне придется... Сосос... 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 Сосос...